Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. В Греции молодежь борется с безработицей. В Турции протестуют после смертоносного взрыва на шахте. Молодежь Греции, страдающая от безработицы в стране, пытается найти новые пути для выживания. В этом помогает интернет. Каким образом? Давайте узнаем. Четыре года экономического кризиса принесли Греции самый высокий уровень безработицы среди стран Европейского Союза. Он достигает 26%. При этом каждый второй молодой человек в стране не обеспечен рабочим местом. Увидев такую серьёзную проблему, посольство Нидерландов в Афинах решило обучать греческую молодёжь вести бизнес через интернет. Этот проект носит название «Оливковая роща». «Мы хотим дать возможность молодым предпринимателям начать бизнес в Греции в то время, когда они сталкиваются с необходимостью переезжать за границу из-за массовой безработицы». По оценкам экспертов, десятки тысяч греков уехали за рубеж в поисках заработка. 28-летний Никас Канунис также переезжал в Нидерланды, но был вынужден вернуться по личным обстоятельствам. Выживать в Греции ему помогает в ведении онлайн-бизнеса. Он создал компанию Innovation и продаёт греческое вино. При этом Никас говорит, что часто думает о менее рискованной, но более прибыльной работе. Однако считает, что каждый человек имеет право попробовать осуществить свою мечту и открыть собственный бизнес. «Стремление к реализации своей мечты настолько доминирует в вашей голове, что прорывает все барьеры и говорит, давай сделаем это. Что нам терять?» Молодые люди Николаса Софии также создали онлайн-компанию WeberGun и работают дома через интернет. У них есть третий партнёр – Теодосис, живущий в другом городе. Николас, возглавляющий этот бизнес, говорит, что открытию своего дела в Греции препятствует и бюрократия, и отсутствие поддержки властей. «Надо быть немного сумасшедшим, чтобы открыть компанию в Греции, поскольку существует много проблем. На самом деле это заставляет меня быть энергичнее, добиваться того, что хочу сделать, потому что я хочу доказать, эта программа-инновация – это то, чего раньше не было». София с прошлого года была безработной и беспокоилась за своё будущее. «Я хотела уехать за границу, как и мои друзья, однако подумав, решила остаться. Я просто хотела посмотреть, что смогу сделать. Нельзя сидеть и ждать, что кто-то другой всё решит за вас. Надо принять жизнь такой, какая она есть, и сделать всё возможное». В Греции сейчас открываются сотни онлайн-компаний. Если они смогут добиться успеха, то поспособствуют сокращению безработицы в стране. Власти Греции также обещают создать новые рабочие места. Однако экономисты говорят, что пройдут годы, прежде чем всех обеспечат работой. Во вторник на одной из шахт в Турции случился взрыв, который привёл к обрушению и пожару. На данный момент погибшими числятся более 280 человек. В четверг в стране начались протесты против плохих условий труда. В четверг турецкая полиция применила водомёты для разгона антиправительственных акций протеста. Демонстрация состоялась в Измире, ближайшем крупном городе от того места, где во вторник произошла самая масштабная техногенная катастрофа в истории страны. Люди собрались, чтобы выразить своё негодование в связи с гибелью по меньшей мере 282 человек в результате взрыва на угольной шахте. Представители работников из различных отраслей промышленности и профсоюза вышли с протестом против низких стандартов безопасности на рабочих местах. Они также обвинили власти в том, что они встают на защиту крупных предприятий, вместо того, чтобы выбирать сторону простых людей. Данное обвинение прозвучало в свете того, что шахта, на которой произошла авария, была сдана в аренду частной компании. В заявлении профсоюзов сказано, цитата, «Сотни наших рабочих в Сома были брошены умирать с самого начала, будучи вынужденными работать в жестоких производственных условиях с целью достижения максимальной прибыли». Конец цитаты. На данный момент число жертв трагедии составляет более 280 человек. Напомним, взрыв произошёл в шахте городка Сома, предположительно из-за короткого замыкания на трансформаторной станции на глубине 150 метров. В результате пожара шахта была обесточена, а лифты и вентиляционные системы выведены из строя. Большинство погибших задохнулись из-за угарного газа. В среду место трагедии посетил премьер-министр Турции Таип Эрдоган. Разгневанные жители встретили политика критикой. Они выразили негодование в связи с его неспособностью обеспечить безопасность шахтёрам и отсутствием информации о спасательных работах. Демонстрации также охватили такие южные города, как Мерсин и Анталия. А в Стамбуле несколько тысяч человек устроили сидячую акцию протеста перед водомётами полиции. Они держали транспаранты с лозунгами «Это не случайность, это не судьба, это убийство» и «Наши сердца горят в сума». Около тысячи человек из разных профсоюзов собрались также в Анкаре, пройдя маршем к зданию Министерства труда. Далее в выпуске. Париж и Лондон соревнуются за потоки туристов. Старейший мужчина планеты делится секретами долголетия. Две крупные столицы мира, которые могут похвастаться нескончаемым потоком туристов, никак не могут договориться, какая из них является более популярной. О споре между Парижем и Лондоном смотрите далее. Париж и Лондон продолжают свою борьбу за звание самой большой в мире туристической столицы. Недавно была озвучена последняя статистика. В 2013 году на Эйфелеву башню, Лувр и Собор Парижской Богоматери приехали посмотреть 16,6 миллиона туристов. Между тем Лондон объявил, что за 12 месяцев он принял 16,8 миллиона путешественников. По сравнению с 2012 годом результат британской столицы возрос на 9%, то есть туристов стало на 1 миллион больше. Что касается столицы Франции, то там рост туристов составил 7%. И хотя на первый взгляд кажется, что в этот раз Лондон выбился в лидеры, французская сторона настаивает, что данные собирались разными способами, поэтому сравнить две цифры нельзя. Впрочем, несмотря на гонку за популярность, обе столицы получают пользу от процветания соперника. Париж и Лондон находятся всего в 340 километрах друг от друга и соединяются подводным тоннелем через Ла-Манш. То есть теоретически многие туристы, посетившие один город, потом отправляются в другой. «Большинство иностранных посетителей прибывает из отдалённых точек мира, из Азии, Ближнего Востока, из Америки. Очень часто они едут в оба города, в Париж и в Лондон. То есть у нас одни и те же гости. И мы очень рады, что так близки с Лондоном. Лондон, без сомнения, прекрасный город для туризма. Он не похож на Париж. То есть мы больше дополняем друг друга, чем соперничаем». Туристы также отмечают, что две столицы абсолютно не похожи друг на друга. «Для нас в Париже было немного сложнее из-за языкового барьера. Мы не очень поняли систему метро, поэтому даже немного поволновались. Но просто гулять по городу было замечательно». «Лондон очень переполнен. Он дорогой и грязный. Я наполовину британка, так что это правда. Люди там приветливые, но еда не такая хорошая, как здесь». Несмотря на преимущества Лондона, Париж по-прежнему лидирует в вопросе внутреннего туризма. Если прибавить к опубликованной цифре жителей Франции, которые в 2013 году посетили Париж, то она составит 47 миллионов человек. В Китае живёт петух, который ходит как пингвин, выпрямив всё тело. Птица завоёвывает всё большую популярность. В чём причина необычной походки? Давайте узнаем. С первого взгляда это совсем обычный петух. Но присмотритесь, он ходит точно как пингвин, полностью выпрямив своё тело. Эта птица уже стала настоящей звездой в Цзиньхуа, городе в восточно-китайской провинции Джидзян. «Я никогда раньше не видел такого петуха. Он может ходить на задних лапах, как человек». Владелец петуха говорит, что нашёл его во время командировки в деревне Лисинь, которая расположена в восточно-китайской провинции Аньхой. Он купил трёхлетнюю птицу у местного фермера за 10 тысяч юаней, что чуть больше 160 долларов США. Когда петуха доставили в Цзиньхуа, он привлёк много внимания. «Я никогда не видел подобное. Это странно». Владелец чудо-птицы захотел сделать своего питомца достоянием общественности и решил пожертвовать петуха в местный зоопарк. «Если петух будет жить у меня в доме, то его сможем увидеть только мы с вами. Я надеюсь отдать его в зоопарк, чтобы больше людей смогли увидеть эту странную птицу». Руководство зоопарка пришло к выводу, что необычная походка птицы связана с заболеванием хряща. Недуг, случившийся в раннем возрасте, и вызвал деформацию его тела. Сейчас же птица должна перенести в зоопарке карантин, после чего она встретит своих первых посетителей. В Швейцарии коровы традиционно выходят на ринг, чтобы помериться с силами и затем снова вернуться на пастбище. Давайте посмотрим. В альпийском городке Апрос состоялись традиционные бои коров, которые ежегодно собирают тысячи зрителей. Каждый поединок длится 40 минут. Во время боя противницы просто сталкиваются лбами. Победительницей считается та корова, которая смогла прогнать с ринга всех остальных. Вдохновить участниц в этом году приехали десятки тысяч человек. Среди них фермер Фрунсал Лузиер, который считает, что бои коров похожи на любые другие спортивные мероприятия. «Это в точности как спортсмены, которые проходят квалификацию и прибывают на Олимпийские игры. Цель – победить, но пока мы этого не сделали. Такое случается, мы всегда храним надежду». Первый официальный бой состоялся в Апросе в 1923 году. С того времени такие мероприятия стали традиционными. В этом году участниц 196. Все они относятся к породе Херенс, которую специально вывели для суровых климатических условий высокогорья. Они очень сильные и выносливые. «Я надеюсь в первую очередь поучаствовать и получить от этого удовольствие. Если она не сможет пройти квалификацию или получит низкий балл, то это не страшно. Всё равно это отличное развлечение». Многие зрители преодолевают большие расстояния, чтобы посмотреть на бои. «Это вызывает у меня чувство гордости. Я не жалею, что проделал такой длинный путь. Здесь, в Швейцарии, хотя это и маленькая страна, сохранилось много традиций, благодаря которым мы поддерживаем своё благосостояние. Мы счастливы, что здесь такое происходит». По традиции, корову-победительницу в течение года будут кормить и доить первой. Стоит отметить, что все ранения, которые получают животные во время боёв, быстро залечиваются. Серьёзные травмы случаются крайне редко. Самый пожилой мужчина планеты поделился секретами своего долголетия. Он также рассказал о своих планах на будущее. Ему 111 лет, и книга рекордов Гиннесса назвала его самым старым, ныне живущим, верифицированным мужчиной на планете. Впрочем, для Александра Имича это просто цифра. В 92 года он написал книгу под названием «Невероятная история о сверхъестественном», а в 96 решил изучать разгрузочно-диетическую терапию и совершил путешествие в Турцию. Так в чём же заключается секрет такой долгой жизни? «Хорошие гены. Мой отец прожил почти до 100 лет, поэтому я получил хорошие гены. Он тоже вёл здоровый образ жизни». Более того, он считает, что ему также помогает его скромное питание и страсть к жизни. В эти дни Александру Имичу тяжелее, чем обычно. 4 февраля на свой 111 день рождения он упал, и теперь ему сложно передвигаться. Однако люди, которые с ним рядом, говорят, что до падения он был невероятно подвижным. Имич родился в 1903 году в уездном городе Ченстахова Петраковской губернии, которая в то время входила в Российскую империю, а ныне находится на территории Польши. После начала Второй мировой он вместе с женой смог бежать в СССР, однако позже их выслали в трудовой лагерь в Архангельскую область. В 1951 году Имич и его жена после долгих скитаний по миру эмигрировали в США и позже обосновались в Нью-Йорке. Он вернулся к своему давнему увлечению парапсихологии, а жена стала практикующим врачом-психологом. У пары так и не появилось детей, но у Имича есть племянник, которому сейчас 84 года. Несмотря на свой возраст, он говорит, что не беспокоится о времени, он всё ещё планирует совершить новые достижения. Правда, пока ещё не знает, какие и в какой области. Продолжение следует...